Порою жизнь палует некоторых людей, но к другим бывает слишком уж несправедливой. Но мы должны стойко переживать все случившиеся неудачи и, конечно же, верить только в добро. Сегодня я хочу рассказать вам историю о том, что в жизни возможно все. Главное – несокрушимая вера. Да смотрите эту трогательную и удивительную до глубины души историю до самого конца. И я уверена, она перевернет все ваше сознание и заставит по-другому относиться к этой жизни. Габи родилась в 2002 году в Миссури и с детства мечтала о сцене. Детство у Габи было счастливое и беззаботное. Она рано начала ходить и еще со всем ребенком могла повторить танцевальные движения, которые видела в телевизоре. Родители заметили эту способность дочери и, когда ей исполнилось 5 лет, записали на просмотр балетную школу. Преподаватели высоко оценили умение Габи слушать музыку и ее способности управлять своим телом. Тогда ей было только 9 лет и казалось, что ее ждет большая сцена и головокружительный успех. Но несчастье пришло совсем неожиданно. Габи всегда старалась совершенствоваться, даже на отдыхе. После занятий она ходила на каток и там под музыку каталась на коньках. Габи Шул заподозрила неладное еще в далеком 2011 году после неудачного падения на катке. Однажды, катаясь, девочка не удержалась на льду и упала, при этом сильно разбив себе колено. Пару недель Габи восстанавливалась, но когда приступила к занятиям в балетной школе, она поняла, что боль не проходит. Это казалось обычным ушибом, но все было гораздо сложнее. Преподаватель тоже заметил, как воспитанница, преодолевая боль, отрабатывает новые движения, хотя сама девочка не хотела в этом признаваться. Тогда наставница сообщила родителям об этом факте и порекомендовала клинику, куда им желательно было обратиться. Остеосаркома. Такой неутешительный диагноз был поставлен 9-летней Габи. Ей предстояла война с раком, а как известно, ни одна война не бывает без потерь. Самое малое, что могла принести такая болезнь – ампутация ноги. На такой фазе развития болезни нужна была химиотерапия и срочная операция, иначе через полгода врачи не исключали летальный исход. Когда об этом сообщили Габи, она проплакала всю ночь, ведь даже если она останется жить, на балете придется поставить крест. А балет для нее был жизнью. Но, к счастью для девочки, в это время в клинике проходило тестирование нового метода ампутирования. Врачи предложили родителям девочки передовое решение – удалить поврежденные колена и пришить к ульте оставшуюся часть ноги. При этом она должна быть повернута на 180 градусов пяткой вперед. К тому же Габи предстояло пройти трехмесячный курс химиотерапии. Такая ампутация обеспечивает большую подвижность в будущем, хоть и выглядит устрашающе. Однако, когда на кону жизнь ребенка, особо выбирать не приходится. Если у родителей возникли первоначальные сомнения, то Габи однозначно настаивала на проведении такой операции. «Мы посоветовались с Габи», говорят родители. Показали ей видео, как живут люди после ротационных ампутаций. Единственный минус – это внешний вид. Но мы хотели, чтобы она могла жить максимально полноценной жизнью. Как говорит сама Габи, я увидела, что люди, перенесшие эту операцию, не просто могли передвигаться, но и занимались спортом. Чем же я хуже? Да, моя нога будет некрасивой, зато позволит мне танцевать. После того, как ей разрешили вставать после операции, она целый год только училась ходить и стоять на обновленной ноге. Зато потом прогресс был очевиден. Конечно, не все знают, что за этим стояли изнурительные тренировки и ежедневные сеансы физиотерапии. После операции нужно было как-то вытащить себя из больничной койки. И тем, что побудило меня снова ходить, была мысль о том, что я хочу заниматься балетом, как и прежде. Это сильно меня мотивировало и подняло с постели. И, конечно, любовь моих родных, говорит Габи. И вот пришел день, когда она смогла прикрутить к протезу балетные туфельки, надеть костюм и встать к станку. Это было очень больно. Я боялась перенести вес на больную ногу. У меня ушло около года только на то, чтобы двигаться без посторонней помощи. И еще год, чтобы танцевать на сцене. Семья всячески поддерживала свою упорную дочь. Отец и мать попеременно возили ее в танцевальную школу. Они снимали все, что происходит на занятиях, а потом дома разбирали все удачные и неудачные моменты. Иногда советовались с хирургом, который оперировал девочку. А когда Габи Шул исполнилось 11 лет, то она снова вышла на сцену. При этом руководители балетной школы в день ее рождения сделали для нее подарок. Танцовщица смогла выступить и даже солировать в том же трио, в котором участвовала еще до страшной трагедии. Да, Габи добилась своего. Она снова стала балериной. Пусть и не лучшей в мире, все же физические ограничения никуда не делись, но она может выступать на сцене. При этом Габи освоила не только балетные дисциплины. Ей также удается танцевать хип-хоп, джаз и даже чечетку. Пройдя весь тот тернистый путь, Габи считает, если люди думают, что они потеряли все, то они еще не знают, что жизнь продолжается и может даже стать интереснее, чем прежде. Конечно, многим людям трудно это объяснить и доказать, но в случае с Габи она это показывает своим примером, выходя каждый день на сцену. И это лучший аргумент для сомневающихся и теряющих надежду инвалидов. Сейчас Габи уже 19 лет, и она студентка сестринского отделения университета в родном Миссури. У нее есть молодой человек, а ритм жизни ничем не отличается от остальной молодежи. Она проводит выходные в компании друзей на озере или берегу океана, выступает в роли подружки-невесты на свадьбе, танцует в команде черлидеров и выкладывает позитивные селфи в свой инстаграм. Девушка повзрослела и осознает, что впереди еще долгая жизнь, ибо летом она не ограничивается. Габи хочет стать ученым и отыскать лекарство от рака, который губит так много жизней. Вот что она сказала на одном из форумов. «Если я смогла побороть болезнь и научилась жить без ноги, значит я смогу еще больше. Однажды мне удалось победить рак. Осталось только придумать способ, как поставить окончательную точку. Когда я вырасту, то хотела бы специализироваться в педиатрии или стать одним из тех ученых, которые ищут лекарства от рака. Давайте пожелаем Габи Шул удачи во всех ее начинаниях, ведь большое желание открывает сотню возможностей, а у нежелания найдется тысяча причин. Когда в следующий раз вам покажется жизненная задача трудной, то вспомните на минутку о смелой и целеустремленной девочке, которая ради мечты преодолела невозможное». Субтитры создавал DimaTorzok